— Ацесульфам-К, аспартам, фруктоза, глюкоза, мед, лактоза, кленовый сироп, кукурузный сироп, сахарин, сахароза, стевия, сукралоза. Хелена Андерсон скомкала рекламные листки и выбросила в мусорное ведро вместе со старыми тетрадками Молли. — Не вникай, моя девочка, это все фокус-покус. Сняла с полки коробки с пастой и загрузила в большой бумажный пакет мука и сахар сверху. Остановилась и задумалась, что еще? Какао? Ванильный сахар? Положила и то, и другое, вынесла в прихожую. Ложки, вилки, ножи, лопатка, мутовка в коробку из-под бананов. На коврике уже стоит синий крыенчатый пакет из Икеи с полотенцами и простынями. Посмотрела искосы на переполненную вешалку. Обычная история. Годами не выкидываешь ненужное. То ли жаль, то ли лень. Что взять из всего этого? Ну, хорошо, куртки. Комбинезончик Молли. Шапочки. На улице довольно холодно. Свою сумку Молли упакует сама. Придет из школы и упакует. Что ей паковать? Плюшевой кенгуру и журнальчике колянка за последний год. Хелена уверена. Она понимает дочь. Больше Молли ничего не надо. Разве что тот свитерок с кошачьей мордочкой на груди. Она без ума от кошек. Хелена печально улыбнулась. Какая трогательная девчушка. Она не поверила своим ушам, когда впервые услышала о школьной реформе. Решила розыгрыш. Подобный учебный план мог предложить только сумасшедший или маньяк. Часы на общеобразовательные предметы радикально сокращены. Для всех, без исключения шведских школьников, главными уроками становятся физкультура, спорт и здоровый образ жизни. Сугубо временная мера, обещает Юхенсверт. Но все разумные люди понимают положение настолько критическое, что требуются экстраординарные действия. И дальше в том же духе одна речь зажигательнее другой. Мы обязательно вернемся к нормальному учебному плану. Но не раньше, чем дети обретут нормальный вес и приемлемую спортивную форму. Нормальный вес, нормальный учебный план. Ее злила даже мысль об этих новшествах. Не понимают, что ли, несколько лет диеты и голодание доведет малышей до тяжелой анорексии. Молли, восемь лет. Основной предмет в школе — диетология. А учителя, соответственно, диетологи. Или, как их теперь называют, нутриционисты. Хелена и другие родители пытались протестовать. Но ректор лишь пожимал плечами. Что мы можем сделать? Мы не несем ответственности. Такова линия партии власти. Мы ничего не можем сделать. К тому времени, как Молли перевели в новый класс, Хелена уже полгода была без работы. За три года им удалось растолочь крепкие, как ей казалось, ядрышки самоуважения и уверенности в себе, которые она выращивала всю сознательную жизнь. «Испытательный срок. Рассматривая это, как шанс избавиться от лишнего жирка», — сказал кадровик в поликлинике в ему и бросил многозначительный взгляд на ее широкие бедра. Хелена сняла с крючка зимний комбинезончик и оттянула рукав. Неужели дочка успела из него вырасти? «Розовый пуховик уже тесен. Мальчишки смеются. То и дело надувают губки Молли. Черт того школы, чтобы ей провалиться. На той неделе Молли принесла книгу для чтения. Лили начала соблюдать диету. На обложке девочка в слезах рассматривает в зеркало свой пухлый животик. На последней странице текст. Маленькой Лили надоело, что ее дразнят. Она решила похудеть. Похудела и, разумеется, вернула друзей и стала предметом обожания и примером для подражания. Хелена остолбенела. Хотела сразу выбросить, но удержалась. Все равно заставит. Фрэкен Мартина не допускает никаких послаблений. Решила прочитать книжонку вместе с Молли и разъяснить девочке этот бред. Чем быстрее, тем лучше. Она отметила места, где наиболее ярко проявлялись нетерпимость и дискриминация. Хорошо ли это? Нет, не хорошо. А ты бы как поступила? И попросила придумать собственную историю под названием «Лили снова весело». Конец тоже счастливый. Бедная девчушка, если и похудела, то чуть-чуть. Зато начала понимать, в жизни есть вещи куда более интересные, чем здоровая еда и ненасытная фиксация на внешности. Вот такое теперь домашнее обучение. Жалкие попытки защитить и предотвратить, предотвратить и защитить. Каждый вечер пытаться разузнать, что было в школе. Позаботиться, чтобы после уроков Молли могла нормально поесть. Девочка не должна все время ходить голодной. Это вредно для психики. Как они говорят, избыточное кормление суррогат любви. «Я не подменяю любовь едой», — уговаривала себя Хелена. «Но любовь не заменяет еду. Должна быть пропорция». Сама она потратила подростковые годы на борьбу с полученными в наследство щедрыми формами. Идиотизм. Молли не должна повторить ее печальный опыт. Причем тут скверные привычки, пыталась она объяснить школьной медсестре. У всех женщин в роду Андерсон широкие бедра. Но все они здоровы и плодовиты. Попытки похудеть приводили, как правило, к обратным результатам. Сама она кое-как преодолела этот комплекс относительно безболезненно. А что будет с Молли? Сколько времени займет борьба с собственной физиологией? И к каким результатам она приведет эта борьба? Шансов почти не было. Школьники вместо завтрака получали сверток под странным названием «Низкокалорийный пакет». Брать с собой завтраки ни в коем случае. Молли и некоторым ее одноклассницам даже запретили появляться в школьной столовой, чтобы нормальные дети не вздумали делиться с ними и без того исчезающими малыми калориями школьного завтрака. В полученном извещении о переводе Молли в специальный класс слова запретить не было, но смысл ясен. Мы не хотим никого стигматизировать. Молли хватило трех секунд, чтобы сообразить, о чем идет речь. Восемь лет все же, не восемь месяцев. Врать Хелена не решилась. Попыталась объяснить эксперимент, моя девочка. Требования нового правительства. Ты же помнишь, как я потеряла работу? Но это ненадолго. Скоро все наладится. Сама же понимала. Это всего лишь попытка смягчить и приукрасить истину. Они уже уши прожужжали. Не волнуйтесь. Это испытательный период, временная мера. Мы должны оценить результаты. Как же? Все временные меры Юхана Сверда можно назвать любым словом, только невременными. Вернулась в кухню. Вынула из углового шкафчика пачку бумаг. Надо проверить, не осталось ли неоплаченных счетов. Взгляд упал на брошюрку, присланную школьной медсестрой, и она с трудом удержала рвотный спазм. Глянцевая бумага весело бликует в свете кухонной лампы. На первой странице изображен розовый поросенок на больничной койке со снежно-белой опоясывающей повязкой на животе. И подпись «Если хочешь быть красавцем, надо очень постараться», — прикусила губу. Именно так и поступили с Эмилем. Хелена до сих пор не могла в это поверить. Даже для взрослых операция бандажирования желудка — тяжелая эмоциональная травма. На курсах медсестер лектор подчеркнул несколько раз. Тяжелая эмоциональная травма, невозможность нормально есть, нарушает социальные связи, не говоря о нарастающей фрустрации. Человек не в состоянии делать многое из того, с чем раньше легко справлялся благодаря нормальному питанию. Тяжелая травма даже для взрослых. Что тогда говорить о детях? Семилетний мальчик с десятью процентами желудка. Хелена свернула в рулон шарфики Молли. Эмиль. Операция оказалась неудачной. Фрекен Мартина поведала об этом на родительском собрании. Хелена долго не могла понять, что она имеет в виду. Кто-то из родителей предложил устроить поминки, но Мартина отмахнулась. Какие еще поминки? В разгар занятий. Может, потом? Вы же сами понимаете. Никакой спешки. Хелена передернула. Письмо, присланное Фрекену на прошлой неделе, выдержано в том же самом хамском тоне. Мы, как правило, надеемся на тесное сотрудничество родителей. Списки допустимых продуктов, необходимого тренинга и так далее, розданные в начале учебного года, остаются обязательными и после его окончания. Несмотря на это, результаты Молли далеки от ожидаемых. Мы в недоумении. Какова причина? Неужели вы не делаете необходимых усилий по части соблюдения здорового питания? Скорее всего, нет. Причем это касается и вас лично. Внутри все кипело от ярости. Единственное необходимое усилие, которое она с удовольствием бы сделала, пошла в школу и врезала Фрекен по ее тощей морде. Именно поэтому она встала так рано и начала паковать вещи в своем таунхаусе в Йиму. Сволочная брошюрка с поросенком — очень плохой знак. Письмо — еще хуже. Двоих мальчишек из класса Молли направили на операцию. Один из них умер. Пора исчезнуть. По крайней мере, на время. Аминь. 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 Аминь.